И Давид был невинным страдальцем, как и Иешуа. И как мы знаем из истории о Давиде, что Давид провел значительное время среди язычников. Он находился вместе с филистинлянами. И Лука рассказывает нам то, чего не упоминают другие авторы Евангелия. И он говорит нам о времяпровождении Иешуа в Десятиграде. Это была языческая местность к северу от Галилейского моря. И также он рассказывает о том, как Иешуа проводил время в другой языческой области. И снова, только Лука говорит нам об этом. Следующий вопрос. И когда мы читаем историю о Давиде, то мы можем найти две интересные группы людей, с которыми он путешествовал. И в двух различных событиях, при двух различных обстоятельствах, он ввел эти группы. Группу таких людей, которые не играют большого значения, или группу никого, ничтожеств. И только Лука говорит нам, что у Иешуа также были две группы. Две группы, которых религиозные лидеры считали ничтожествами. И Лука упоминает их в Девятой и Десятой главах во время поручения. Первая группа, of course, это, конечно, те Двенадцать. И потом вторая группа, которую я упоминал ранее, это Семьдесят Два. И Лука упоминает эти две группы. Так же, как и у Давида, были две группы последователей. И так же мы знаем еще один факт о Давиде. Он был не только великим царем, но так же он был достаточно хорошим пастухом. И так же в Евангелии от Луки мы видим, что Иешуа изображают как пастуха. Где родился Иешуа? Не в городе, а где именно, в каком месте? В холиву, в яслях, то, что вы используете. То место, где кормили овец. Какое же, может быть, еще другое место для рождения самого великого пастыря, чем то место, где кормят овец. Лук mentions this for us. И Лука упоминает это. И Лука также упоминает его первых посетителей. И упоминает, что они были священниками. Но в основном они были пастухами. И это также можно найти в начале истории. И это значит, что это несет эту важность в Евангелии. И расставляет основное для последующей истории. И говоря об истории об овцах, То Лука записывает две таких истории для нас. Как вы помните одну притчу о потерянной овце? Было 99 овец. И была одна, которая потерялась. Которую пастух должен был найти. Это та притча, которую мы можем найти только в Луке. И затем в Луке 19, главе 10 стихе. Лука описывает то, как Ишуа разъясняет свою миссию. И его миссия в том, чтобы найти и спасти погибшие. И эта фраза взята из Иезекииля 34, где Бог, великий пастух, он находит, и он спасает потерянных. И только Лука упоминает этот образ пастуха. И затем идут сцены плача, которые тоже указаны у вас в конспекте. Первая такая сцена происходит, когда Давид плачет об Иерусалиме. Это второе царство, 15 глава, 30 стих. Это та сцена, которую можно найти только в Евангелии от Луки. А в других Евангелиях ее нет. В Луке 19, главе 41 стихе. И затем есть еще одна сцена плача. И это та же глава, 2 Царств, 15. Только на этот раз это 23 стих. И на этот раз это не Давид, который плачет. Но толпы людей. И когда Давид плакал об Иерусалиме, это было то время, когда Авесалом выходил против него. И когда народ видел, что их любимый царь, он уходил. Они плакали о нем, когда он ушел и покинул их город. И в 23, главе 27 стихе Луки записано очень уникальное. Это те толпы людей, которые плачут, когда Иешуа оставляет Иерусалим. Иешуа уводят для того, чтобы казнить. И толпы людей плачут, так как их любимый царь забран от них. И, кстати, если вам интересно то, что произошло с теми людьми, с теми толпами народа, которые приветствовали Иешуа при въезде в Иерусалим. И как вчера в Матфея 21 главе мы видели их приветствие, Иешуа. Лука говорит нам о том, что произошло с этим народом. И снова они выстроились на улицах Иерусалима. И они кричали в то время, когда Иешуа вели на распятие. И они были там, когда он входил в Иерусалим. И также они были там, когда его забирали. Того, которого они признали как царя. И опять, это та сцена, та ситуация, которая уникальна и описана только в Евангелии от Луки. Понятно это? Я сказал это, потому что никто мне вчера не задал вопрос. Вопрос, что произошло с той толпой, которая приветствовала Его. И которая признала Его как Мессию. Поэтому вместо вас сейчас я задал этот вопрос и ответил на него. И они все еще признали Его как своего Мессию. И поэтому они восклицали. И последний пункт на этой странице. И там говорится, отсутствующий царь. Луки 19, глава 12, 27 стихи. И как вы помните, Давид был помазанным царем Самуилом. Но он так и не смог предстать в образе царя. По крайней мере, не сразу это произошло. Он не сел на троне царя. И потом, в конце концов, он все-таки был коронован как царь. Но это произошло только в городе Хеврон. И там он ждал еще семь лет. Пока он был окончательно поставлен в царь в Иерусалиме. И он был по-настоящему тот царь, который отсутствовал. И Луки 19, глава, это параллель такого же отсутствующего царя. И снова только Лука упоминает для нас такую параллель, такую связь. И это относится к Иешуа как отсутствующему царю. Который, как и Давид, ожидал своей коронации в своем царстве. И также один из основных моментов, которые вы можете найти в Евангелии от Луки. Один момент, который мы не рассмотрели еще. И этот момент в том, что Иешуа представлен как царь. И как вы помните, Давид, он бродил по Израилю. Он бродил по всему царству Израиля. Он постоянно ждал того времени, когда он будет признан как царь. Что в конце концов произойдет в Иерусалиме. И даже более того, более чем любые другие Евангелия. Лука упоминает, что Иешуа ходил по всему Израилю. Он путешествовал по всему царству Израильскому. До тех пор, пока он сам не достиг Иерусалима. Лука упоминает это более чем другие Евангелия. С четвертой по девятой главы описано то, как Иешуа ходит по Галилее. С девятой по девятнадцатой главы Он проводит время в области Пирии. Но уже в девятнадцатой главе ситуация меняется. После того, как он прошел весь Израиль, в конце концов он достигает Иерусалима. Так же, как и Давид сделал до него. И потом история Евангелия от Луки завершается очень поразительным образом. Это история о том, как Иешуа восходит на небеса. Он восходит на небеса, чтобы сесть на троне. Где он ожидает того времени, когда он будет окончательно коронован в Иерусалиме. И в соответствии с Луки, он тогда будет коронованным царем. И Лука говорит это очень особенно. Он вошел, чтобы быть царем из Иерусалима. Так же, как и делал Давид, его предок. Лука хочет, чтобы мы знали, это воистину был потомок Давида. И что великий царь Давида грядет. И поэтому мы видим Иешуа как мессианского священника. И так же Иешуа как великого царя Давида. И как напоминают нам свитки Кумрана. Мы нашли мессию Аарона. И мы открыли мессию Израиля. И на сегодня мы закончим эту историю. И так же мы найдем некоторые параллели царя и священника. Я бы сделал это сегодня, но уже становится поздно. Уже ближе к вечеру. И я могу видеть очень отчетливо что ваша... Мы говорили о Евангелии от Луки. И так же мы сейчас рассмотрим некоторые параллели царя и священника. Now this is more or less by way of summary and application. И это является таким выводом и применением. Having seen that Luke emphasizes the priestly pattern in his gospel. Видеть то, что Лука делает особый акцент на священническую модель в своем Евангелии. И так же узнавать параллели с Давидом в его Евангелии. Understanding all that, this now becomes clear. И понимание всего этого вносит больше ясности. Luke wanted us to understand that Yeshua was the king-priest. И Лука хочет, чтобы мы знали, что Иешуа был царем и священником. Or if you want to say it this way, he was the priest-king. Или же священническим царем. And it is suggested for us, if we look carefully at Luke 6, verses 3 and 4. It is a story that is found in the other Gospels as well. Эту историю мы также можем найти и в других Евангелиях. And it is a story we will look at more carefully tomorrow. И та история, которую мы более подробно рассмотрим завтра. At least in Matthew's version of the story. По крайней мере в версии Евангелия от Матфея. But in Luke's version, he does something the other Gospels do not. И в Евангелии от Луки происходит то, что мы не можем видеть в других Евангелиях. Yeshua is here defending his actions when accused by some of the religious leaders. Иешуа защищает себя от обвинений некоторых религиозных лидеров. And as he defends his actions in the other Gospels, he gives the leaders several examples. И для этого он дает некоторые примеры лидерам в свою защиту. But in Luke, he only gives one example. И в Евангелии от Луки он дает только один пример. It's the example of David. И это пример Давида. And in this example, David is doing things that only priests should be doing. И в этом примере Давид делает то, что могли делать только священники. So the king was acting like a priest. И поэтому царь действовал так, как священник. Иешуа является царственным священником. Again, remember that this was part of the expectation of the people of Qumran. И также это было одно из тех ожиданий, которые были у людей в Qumran. There would be a messianic priest and there would be a messianic king. Что будет мессианский священник и будет также мессианский царь. But Luke tells us that those two messianic figures were really just one. Now that might seem like a novel concept. Novel concept? Novel concept, yeah. Original, radical, maybe even. But there is precedent for this concept, both in Scripture and in the Second Temple literature. And the key figure that provides us with the pattern is Melchizedek. И самый ключевой момент, который является примером для этой концепции, это царь Мелхизедек. In the scrolls of Qumran, he's described in the following way. И в свитках Qumran, он описан следующим образом. He's a supernatural, majestic character. Что он является сверхъестественным, царственным человеком, царственной личностью. Somebody who comes on the scene in the messianic age. Тем, который выходит на сцену в мессианском веке. In fact, he's even described as virgin-born. И так же он описывается как рожденным от Девы. And it would seem that Luke alludes to Melchizedek. Alludes? Alludes. Hints at? Видно, что Лука хочет сделать эту ссылку на Мелхизедека, чтобы мы смогли увидеть его. In Luke chapter 20, he describes Yeshua's conversation with some leaders. И в 20 главе Лука описывает разговор Yeshua с некоторыми лидерами. And in this conversation, Yeshua cites Psalm 110, verse 1. И в этом разговоре Yeshua цитирует 19-й Псалом, 1-й стих. And that text says, И в этом тексте говорится, The Lord said to my Lord, Что Господь сказал Господу ма ему, Sit at my right hand until I make your enemies a stool for your feet. До тех пор, пока я не положу врагов у подножия ног твоих. Now, I mentioned to you before that these people had memorized all of Scripture. И как я говорил вам ранее, что эти люди запоминали Писание наизусть. So, if you were to quote a phrase or even a whole verse, they would know the whole context. И поэтому, если бы вы упомянули одну фразу или один стих, то они бы вспомнили весь текст. Now, what's the context of Psalm 110, verse 1? What is the context of Psalm 110, verse 1? What is the context? Псалом 109, первый стих. И какой контекст этого отрывка? Context is the whole Psalm. И контекст этого отрывка – это весь этот Псалом. So, if we read two or three verses later, we'll read the following. И поэтому, когда мы читаем последующие стихи, мы видим следующее. Что ты являешься священником навеки, в соответствии с подчину Мелхиседека. И они бы знали этот стих. И поэтому, когда Иешуа цитировал первый стих, то они сразу могли вспомнить второй и третий стихи. И также читатели поняли, что Лука намекает на Мелхиседека. Now, in the Gospel of Matthew, И в Евангелии от Матфея, Иешуа's genealogy only goes back as far as Abraham. Родословие Иешуа восходит только ко времени Авраама. He's called the son of Abraham and the son of David. Иешуа назван сыном Авраама и сыном Давида. Но в Евангелии от Луки все по-другому. In Luke, his genealogy goes back to Adam. И в Луки родословное Иешуа восходит к Адаму. And he's called son of Adam, son of God. И Иешуа назван сыном Адама, сыном Бога. Now, that's very interesting. И это очень интересно. Because in Hebrews 7, verse 3, Потому что в послании к евреям, 7 главе, 3 стихе, Мелхиседек is also described in the same way. Мелхиседек предстает нам в таком же образе. He's called one who was like the son of God. И он назван как тот, который был подобен сыну Бога. So there you have yet another connection. И поэтому здесь мы можем видеть еще одну связь. A connection with the great priest-king of biblical literature. Связь или параллель с великим священническим царем. Мелхиседеком. And in fact, Мелхиседек был настолько важен для евреев того времени. That the people of Qumran wrote a whole scroll about Melchisedek. And if you want to find it, it's called 11Q Melchisedek. И если вы хотите прочитать, это называется... И название книги 11К. Это стоит как для слова Qumran. Для названия Qumran. И затем Мелхиседек. 11К Мелхиседек. И потом мы продвинемся к следующему пункту в этом разделе. И когда мы читаем вторую часть Евангелия от Луки, мы сможем найти также параллели с Симоном Маккавеем. И это можно найти в Луке 24 главе, начиная с 50 стиха. И если вы будете читать очень внимательно, вы увидите, что здесь делается особый акцент на священничестве. И очень отчетливо это можно проследить в этом отрывке. Посредством использования особой группы слов на греческом языке. И это те слова, которые можно отнести к слову как благословлять. И это такой термин, который Лука очень часто использует. И чаще, чем другие авторы Евангелий. Приблизительно 17 раз вы сможете найти этот термин в Луке. И только 5 таких можно найти в Евангелии от Марка и от Матфея. И несколько раз вы можете найти это слово в этом разделе. И понимая это слово благословлять, то также можно понять, что этот текст, этот отрывок отражает священничество. И в 50 стихе Яшуа поднимает свои руки. И он благословил людей. И наблюдайте за мной, я сделаю то же самое. Вспомните ли вы это? Знакомо ли это для вас? Это священническое благословение. То, что можно найти в числах шестой главе. И поэтому это напоминает о мессианском ожидании. И также напоминает о 109-м псалме, первом стихе. И мне также хочу немножко сделать отступление, что это очень интересно, как в Библии главы, они разделены по-другому. Поэтому в моей Библии это Псалом 110-й, а в вашей Библии это 109-й псалом. Поэтому значит, что в вашей Библии какой-то один псалом потерялся. По-любому, возвращаемся к нашей дискуссии. И эта сцена напоминает о мессианском ожидании, которое описано в 109-м псалме. И также мессианское ожидание всего народа. И поднятие рук Иешуа означает исполнение этой надежды. И поэтому эта священническая история завершает историю об Иешуа на земле. Какой прекрасный образ. И также вы знаете, что это благословление является важной частью ежедневного служения в синагоге. Но вы тогда спросите, какое отношение это имеет к Симону Маккавею? В книге, которая называется Бен-Сирах, которая является частью апокрифов, и в 50-й главе, в 20-м стихе, то мы можем увидеть первосвященника Симона, который благословляет людей вокруг него. И этот отрывок Евангелия Луки является параллелью к тому месту. Симон поднимает свои руки в священническом благословении. И затем радостный отклик людей. Это параллель к нашему тексту в Луке. И кто был Шмон Маккавей? Он был одним из пяти братьев. Той группой, которой возглавлял Иуда. Одного из самых известных Маккавеев. И, конечно, благодаря им храм был снова посвящен и очищен. И из-за этого мы теперь празднуем Хануку. Единственный брат, который выжил в войне против Сирии, был самый старший брат Шмон. И поэтому, когда они приобрели успех, он стал правителем народа. И, хотя он не был из колена Иуды, его назначили в качестве царя. И, хотя он не был из первосвященнической семьи, он стал священником. Yet, he was made the high priest. Yet, he was made the high priest. Or still, he was made the high priest. И все же его назначили священником. Now, to Simon's credit, he said he only held those offices temporarily. Credit. Credit. Simon's credit. Шмон просто мудро принял эти установления. On a temporary basis. But he was known as king-priest or priest-king. And remember, Luke's last paragraph is very similar to the paragraph about Simon. And, как вы видите, что последний раздел в Евангелии от Луки очень похож на тот, который описывает Шмона. So, we have another picture of the king-priest. And then there's an interesting image of Messiah as priest of Israel. It's found in 1 Kings 8, 14. И это мы можем найти в 3-й книге царства, 4-й главе, 18-м стихе. И там говорится следующее. И царь Соломон, он развернулся и благословил все собрание Израиля. И все собрание Израиля стояло перед ним. Это удивительная картина. Это происходило во время посвящения храма. И в то время, а также спустя, много веков после, Соломон был самым великим сыном Давида. Но также был тот, который должен будет прийти, который был назван Самый Великий Сын Давида. And like this picture of Solomon as king-priest. И также как эта иллюстрация Соломона как царственного священника. David's other greater son, the greatest son, was also a king-priest. Другой Самый Великий Сын Давида будет также царственным священником. Now, I reminded you yesterday that the name Yeshua is the same as the name Joshua. И как я сказал вам вчера, что имя Yeshua тоже, что имя Joshua, или Иисус Новин. Now, there is another Joshua that appears in Scripture. Есть еще один Иегошуа, который появляется в Писании. He appears several times in the book of Zechariah. И несколько раз его можно встретить в книге Захарии. And in the book of Zechariah, he is called God's servant and God's anointed. И в книге Захарии он назван Божьим слугой или Божьим помазанником. He's called the branch. И он назван ветвью. So keep that in mind for a minute. Поэтому запомните это. When Yeshua comes to the temple with his parents in Luke chapter 2, когда Yeshua приходит в храм со своими родителями, что описано во второй главе, to fulfill the ceremonies required of his mother and his family, для того, чтобы принять участие в той церемонии, Simeon sees him and responds in praise to God. Simeon видит его и начинает славить Бога. And he brings two terms together in his response. И в том, как он откликается, он соединяет два термина вместе. He says, now, Lord, let your servant go. И он говорит, теперь, Господь, отпусти своего раба. For my eyes have seen the salvation of the Lord. Потому что мои глаза видели спасение Господне. Notice the term salvation and shepherd are brought together there. В этом тексте вместе можно встретить термин слова слуга и спасение. Those who heard those terms might very well think of this man in the book of Zechariah. Those who heard these terms would think of the man in the book of Zechariah. И те, которые слышали эти слова, они вспомнят того мужчину, того человека, который описан в книге Захарии. The one whom God called my servant. Того, кого Бог назвал мой слуга. As Simeon was God's servant. Так же, как и Симеон был слугой Божьим. But the one whose name, Joshua, means salvation. Но тот, который назван Иегошуа, он, это означает спасение. Now, there's a very striking passage in Zechariah 6, 11 through 13. И так же есть очень удивительный отрывок текста в 6 главе Захарии, начиная с 11 стиха и по 16. This Joshua, who's called God's servant in the branch and God's anointed. Again. This Joshua. It turns out that he is the high priest. И выясняется, что он является первосвященником. But Zechariah 6 says that Joshua is sitting on the throne. И в Захарии 6 главе говорится, что Иегошуа сидит на троне. Now, I trust you know something about the service of the high priest. Did his service involve him sitting on a throne? No, of course not. Конечно, нет. He was always standing before God. Он всегда стоял перед Богом. But here he's sitting on a throne. Но вот здесь он сидит на троне. Now, what kind of person sits on a throne? И кто же сидит на троне? A king. Царь. Yeah. So Joshua, the high priest, sits like a king. И поэтому Иегошуа, священник, сидит как царь. Yet another priest, king picture. Мы можем видеть еще одну иллюстрацию священнического царя. And he has the same name. И у него такое же самое имя. Joshua or Yeshua. Иегошуа или Иешуа. And Luke wants us to think of this man. И Лука хочет, чтобы мы знали. And we know that for two reasons. Чтобы мы знали этого человека и по двум причинам. He emphasizes Yeshua's name in the first chapter of Luke. В первой главе Евангелия от Луки он подчеркивает имя Иешуа. И также он делает акцент на особой личности в начале Евангелия. Кто был первым человеком, которого мы можем видеть в Евангелии от Луки? Его отец, Захария. Который также был священником. And there is a book that has the same name as he. There is a book of scripture that has the same name as his. И есть еще и книга в описании с таким же названием, как и его имя. The prophet who refers to Joshua. Того пророка, который ссылается на Иогошуа. This Joshua who is a priest king. Этот Иогошуа, который является священническим царем. And Zechariah also is a book full of messianic, in fact, of major messianic expectation. И Захария это также книга, которая наполнена, насыщена основными messianскими ожиданиями. И также вспомните, что в своем Евангелии Лука говорит нам что-то об Иошуа. He's impeccable in character. Impeccable. Impeccable. Excellent. Perfect. По своей сущности он совершенен. He's innocent. Completely. Полностью невиновен. And he's presented as a high priest. И также он представлен как первосвященник. Or at least those are the reflections we see in the gospel. Или же, по крайней мере, это те параллели, которые мы можем видеть в Евангелии. И также это нам дает очень яркий контраст периода второго храма. Where the priesthood, and especially the high priesthood, was very corrupt. Когда священники и все священство было развращено. And so Luke's picture of Yeshua Is the answer to the hopes for the temple and priesthood's messianic restoration. It is the answer to the hopes for the temple and priesthood's messianic restoration. Does that make sense? In other words, Luke wants us to see Yeshua in a very special way. He wants us to see Yeshua as the king priest. The king priest, like Melchizedek and Joshua and Simon Maccabee. Like Solomon. Or at least the picture of Solomon in 1 Kings 8. Или, по крайней мере, та иллюстрация, то изображение Соломона в 3 книге Царств 8 главе. And even like his great ancestor David. Или же, даже как его великий предок Давид. The one who grabbed the horns of the altar. Тот, который схватил роги алтаря. Which is what priests should do. Это то, что должны делать священники. Он также ел храмовые хлебы предложения. Что могли делать только священники. И также он носил эфод, как и священники. And all of this is appropriate because we know that gospel is written to a former high priest. All of this is appropriate for a former, earlier high priest. И поэтому все это очень соответствует по причине той, что Евангелие было написано тому бывшему священнику. И Лука делает особый акцент, что он является царем, священником. Так же, как и невинный страдалец. An innocent sufferer like David, when he fled before Absalom and Saul. Невинный страдалец, как и Давид, который убегал от Ависолома и Саула. An innocent sufferer like Joseph. Невинный страдалец, как и Иосиф. Who was persecuted, even though he had done no wrong. Которого преследовали, даже если он не сделал ничего плохого. And this last thing Luke emphasizes for us as well. И последнее, на что обращает внимание Лука. Когда он упоминает в родословной Иошуа. Что Иошуа считался сыном Иосифа. И это очень важно, если вы знакомы с периодом второго храма. Потому что раввины также изобрели концепцию о двух мессиях. И первый, конечно же, должен быть сыном Давида. На еврите Машиах бен Давид. И он был бы тем, который правил. Но также они узнали другого мессию, который должен страдать. И его назвали Машиах бен Йосиф. Или другими словами, сын Иосифа. И поэтому Лука представляет нам Иошуа как сын Давида, сын Иосифа. И он передает и исполняет обе части мессианского ожидания раввинов. И также есть еще одна иллюстрация, которую мы можем найти в Евангелии от Луки с еврейской точки зрения. И я хочу рассказать вам эту историю. Лука emphasizes it like no one other among the Gospel writers. И Лука делает особый акцент на это также. That Yeshua is clearly innocent. Что Yeshua, он точно безвинен. So when Yeshua stands before Pilate. И когда Yeshua стоит перед Pilate. Three times Pilate says this. Три раза Pilate говорит. This man is innocent. Этот человек невинен. Only Luke records this. И только Лука записывает эти слова. И затем вы также вспомните картину его смерти. Yeshua is dying and finally does die. Yeshua умирает и в конце концов он умер. И что сказал Центурион после его смерти? Сотник. Truly he was the son of God. Wrong. Wrong. He says that in Matthew but not in Luke. Он говорит это в Евангелии от Матфея. Но не в Евангелии от Луки. In Luke the Centurion says truly this man was innocent. В Евангелии от Луки сотник говорит, что воистину этот человек был без вины. And only Luke mentions that. И только Лука упоминает это. Luke wants to make it very clear that Yeshua was innocent of all charges and accusations. И Лука хочет, чтобы мы знали и делает особый акцент, что Yeshua был полностью безвинен во всех обвинениях. Then there's another story that only Luke has in the Gospels. Есть еще одна история, которую передает Лука в своем Евангелии. It's the story of the two disciples walking on the road to Emmaus. Это история о двух учениках, которые идут в Emmaus. And suddenly Yeshua is there with them. И внезапно появляется Yeshua на их пути. And they have an interesting discussion. И они разговаривают. And the two share their grief and their concern with Yeshua. И два ученика начинают делиться всей этой печалью, всем тем горе, которое у них было. And Luke tells us twice in this story. И дважды в этой истории Лука говорит нам. He says, Yeshua opened the Scriptures to them. Он говорит, Yeshua открыл Писание для них. To show that the Messiah had to suffer. Чтобы показать, что Мессия должен был страдать. He did that because this was their concern. Their Messiah had suffered and died. Он это сделал, потому что он переживал, что они были озабочены страданиями их Мессии. And twice Yeshua says, И дважды Yeshua говорит, You need to know that the Scriptures say this very directly. И вы должны знать, что Писание это написано буквально. The Messiah had to suffer. So Luke tells us. И поэтому Лука говорит. That he was an innocent sufferer. Что он страдал невинно. Now who is the ideal picture of one who suffered innocently? И какая может быть еще идеальная иллюстрация того, кто страдал невинно? The one about whom Scripture mentions, or one about whom Scripture never mentions that he had done anything wrong. Та личность, которая, как Писание говорит, ничего не сделал неправильного. Do you know who this was? Кто это был? Who? Джозеф. Джозеф. Иосиф. Точно. Он страдал, он был наказан, посажен в тюрьму, даже если он ничего не сделал плохого. И remember that Luke specifically identifies Yeshua in his Gospel as son of Joseph. И Лука указывает в своем Евангелии на то, что Yeshua был сыном Иосифа. И называет его Бен Иосиф. Remember what the rabbis thought of the second Messiah. И помните, что раввины думали о втором Мессии. This would be a Messiah who would suffer. Это будет Мессия, который будет страдать. He'd be called Мashiach Бен Иосиф. И его будут называть Машеах Бен Иосиф. In other words, Luke is telling us that he fulfilled that part of the Messianic expectation as well. Now, to whom would this be important? Let me suggest only to Jews. Because Jews were expecting the Messiah to come. Так как евреи ожидали пришествия Мессии. And some even expected two Messiahs. И некоторые из них ожидают даже два Мессии. And Yeshua was both. И Yeshua был одним. So this is a strong apologetic to Jewish people. И поэтому, апологически это будет очень сильно для евреев. And it's this, that the Messiah must suffer. И то, что Мессия должен страдать. And it's just as important that when he suffers, he suffers innocently. И также очень важно, что когда он страдает, он страдает без какой-либо вины. This is what the scriptures say. И это то, что говорит в Писании. Now, for many, his death proved that he was not the Messiah. И для многих его смерть доказала то, что он не был Мессией. But here's what Luke points out. Но вот на что указывает Лука. His death does not disprove the fact that he's the Messiah. Что его смерть, она не опровергла тот факт, что он был Мессией. His death actually demonstrates or proves that he was. Но на самом деле его смерть продемонстрировала или доказала его мессианство. So Luke is saying, here is the Messiah of Israel. И поэтому Лука говорит, вот Мессия Израиля. The great king, but also the great priest. Великий царь и также великий священник. It's a wonderful demonstration, is it not? Это прекрасная иллюстрация, не так ли? Now, before I leave Luke, let me say one thing further. И также, перед тем, как мы перейдем дальше, я хочу сказать еще. And this has to do with the death of Yeshua. И что относится к смерти Иешуа? A death that Luke thinks is very important. A death that Luke thinks is very important. Why is it so important? It's very important if once again we read this through Jewish eyes. И снова, если мы будем читать его с еврейской точки зрения. And through the lens of scripture. И через линзы Писания. So, let me give you the significant scripture to help us. It's one I mentioned yesterday in conjunction with, I think it was Matthew we talked about it. My God, my God, why have you deserted me? My God, my God, why have you deserted me? Now, that's an amazing statement. And it's an amazing statement. But have you ever stopped to think what it really means? На самом деле вы задумывались о смысле этой фразы? the Godhead had lived together eternally in harmony. God and God? Godhead. Что God and God жил в единстве на протяжении всего времени, всей вечности. There was never any disruption or disharmony. Что никогда не возникало никакой дисгармонии. Understand that on the one hand. Никакой дисгармонии, никакого разделения, и это с одной стороны. A perfect relationship and complete and close communication forever. The second part of that story, after we turn the tape and take a break.